Если спрогнозировать результаты вероятной новой Карабахской войны при условии столкновения один на один и без вмешательства третьих стран, то объективно почти все преимущества в руках Баку. После окончания Отечественной войны в определенных кругах Армении все никак не утихают разговоры о реванше. Они особенно участились на фоне напряженности на Азербайджано-армянской границе. Невольно возникает вопрос, а насколько реальны такие угрозы? Может ли сегодня, завтра или же послезавтра начаться новая война? И если да, то к чему она может привести? Возможен ли реванш? Думается, что вероятность реванша в ближайшей перспективе крайне мала, хотя все не так просто. Да, многие в Армении используют этот термин для внутренней аудитории, мол не все потеряно. Да, многие занимаются обычным популизмом для банального зарабатывания политических очков. Но в политике все возможно и никогда нельзя игнорировать даже самую малую угрозу, особенно если она исходит из региона, который является настоящим клондайком для внешних игроков и внутриармянских сил, желающих мутить воду и ловить там геополитических и внутриполитических рыбок. А что если новая война? Если спрогнозировать результаты вероятной новой Карабахской войны при условии столкновения один на один и без вмешательства третьих стран, то думается объективно почти все преимущества в руках Баку. И дело даже не только в том, кто лучше воюет, у какой стороны выше моральный дух и лучшее вооружение. Причина более банальна. Это тот самый баланс сил, в котором Азербайджан почти по всем основным параметрам территории, населению, экономике, объему ВВП, численности армии минимум в 3-4 раза превосходит Армению. Притом некоторые из показателей особенно примечательны в плане понимания разницы масштабов. К примеру, только национальный морской сектор Азербайджана в Каспийском море больше, чем вся территория Армении. Плюс у Азербайджана есть свои природные ресурсы, в разы выгоднее по отношению к Армении географическое положение, выход к морю и возможность выхода в мировой океан. Все вышеуказанное означает, что Баку имеет огромные преимущества в теоретической новой войне, а ведь это лишь вершина айсберга. У Азербайджана больше качественных международных аэропортов, дорог, портов, финансов, и он просто богаче, перспективней и привлекательней. Результатом выборов в Армении 20 июня можно рассматривать как голосование против старой армянской гвардии, а не за Пашиняна. Для большей части населения Армении старая гвардия представляет собой возврат к прошлому, когда у руля стоял небольшой круг политиков, поддерживаемых могущественными олигархами. Проблема Кочаряна заключалась в том, что против Никола Пашиняна настроено большое количество людей, но за Кочаряна они голосовать не готовы, говорит армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. С этим мнением согласна также политолог Анна Агонян из фонда Карнеги. Возвращение Кочаряна на политическую сцену побудило людей выбрать Пашиняна. В конце концов, большая часть неопределившихся избирателей проголосовала за Пашиняна, сигнализируя о своей неизменной поддержке бархатной траектории, несмотря на разочарование в отношении Пашиняна и его правительства. Это подтверждается цифрами. Против Пашиняна и его партии проголосовало более 46% населения. Кроме того, явка на выборах была относительно низкой, чуть менее 50%. А это означает, что значительная часть населения в той или иной мере равнодушна как к партии Пашиняна, так и к Старой гвардии. Какую новую геополитическую ситуацию создала в регионе Южного Кавказа Шушинская декларация? На вопрос отвечает политолог Резван Гусейнов. После 9 ноября и трехстороннего соглашения от 11 января в Москве все равно угроза дестабилизации оставалась. Периодически армянские террористические группы совершали вылазки, диверсии и теракты. Все это грозило вылиться в еще одно военное противостояние. Под угрозой могли оказаться также начавшие реализовываться восстановительные инфраструктурные транспортно-логистические проекты. Подписание Шушинской декларации остудило горячие головы реваншистов как в Армении, так и в странах, которые поддерживали этот реваншизм. Стало ясно, что любая попытка дестабилизации будет восприниматься как угроза Турции и Азербайджану. Вся мощь военно-политической и дипломатической машины Турции и Азербайджана будет противостоять любым подобным попыткам. Также Шушинская декларация стала дополнительным гарантом устойчивой стабильности в регионе. Теперь, кроме фактора российских миротворцев, гарантом стабильности стала также Шушинская декларация, что намного упростит функции миротворческой миссии, сказал Резван Гусейнов. Классный мастер спекуляций Затулин должен быть благодарен Азербайджану за то, что он снес голову фашистской гильдре и покончил с государственным террором Армении. Азербайджан и Турция подписались под ясным и востребованным документом. Если это не отвечает ожиданиям политических расставщиков, то ничего трагичного в этом нет. Российский парламентарий, передергивая значение Шушинской декларации, считает очевидным, что Азербайджан и Турция обеспечивают свое слияние. Хочется вопросить, сам-то этот деятель верит в то, что говорит? И вообще, о какой попытке слияний или же намерений сделать хорошую мину при плохой игре может идти речь, если Баку выполнил поставленную перед собой задачу, и мир сегодня признает его заслуги. Затулин и его единомышленники вольны считать, что декларация направлена против Армении, но им не мешает задаться вопросом, почему? И последнее, российский политик считает, что документ не затрагивает интересы России, за исключением пункта о деятельности совместного мониторингового центра в Азербайджане, и здесь он не прав. Москва поддержала действия Баку по восстановлению территориальной целостности и наведению регионального порядка, а город Шуша, как место важного события, указывает на символичность выбора. Географическая высота, высокие цели и высокий дипломатический пилотаж вкупе обозначили начало новой поры в регионе, избавившимся от многолетней карабахской боли. Трезвомыслящим политикам все ясно и без подсказок, что цена геополитической предсказуемости слишком высока и ею нужно дорожить.